Из деревянного барака в кирпичную трехэтажку. Переселенцы из аварийных домов в Краснозаводске начинают оформлять собственность новой квартиры на театральной. Ключи от 13 квартир новым хозяевам отдали досрочно, еще до Нового года, но договоры социального найма оформили только сейчас. Квартиры по областной программе расселения аварийного фонда покупали, когда Краснозаводск был отдельным поселением. После муниципальной реформы квартиры переводили в собственность округа. Чтобы не затягивать переезд из-за юридических проволочек, дали возможность заранее перевезти мебель и обустроиться. Жили на строительных 11-11, деревянный дом аварийный. Условия как могли себя обеспечить. Сейчас в данный момент переехали уже, переезжаем в новую квартиру, достаточно хорошие условия, квартира-студию. Александр с родителями и еще тремя их детьми раньше жили вместе в аварийном бараке на улице строителей. В новом доме дали отдельные квартиры, студию и двухкомнатную. По программе новые квартиры не могут быть меньше прошлого жилья, должен быть готов косметический ремонт, минимальный набор техники. Держаной потолок, обои, достаточно хорошие купили. К дому в целом в принципе претензий нет, пока что-то ремонт, но особо на рекламе к ним тоже. Перед домом благоустроенная территория, парковки, детская площадка, спортивная площадка. Пока все очень нравится. Единственное, что, конечно, надо привыкнуть к новому расположению, а так все очень нравится. 11-й дом на улице строителей, откуда переехали Алсу и ее сын, последний деревянный дом в Краснозаводске. Его построили в 1927 году. Это классический барак, который тогда строили как временное жилье для рабочих заводов. 10 квартир из него расселили в готовый дом на театральный. Остальные семь ждут, когда построят еще одну кирпичную трехэтажку. К заезду квартирантов новый дом должен быть готов в конце этого, в начале следующего года. Александр Бурмистров, Михаил Кирсанов. Программа События.